В эфире «Особое мнение». Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами поделится Константин Кропанев, исполнительный директор финансовой компании «Ажио», финансовый консультант. Константин, добрый день. Добрый день. Выпоминаю слушателям о том, что на сайте «Кирова.ру» есть аудио, видео и трансляция нашего эфира. Кроме того, вы можете задать вопрос гостю «Особого мнения». Ну а затем наши программы, в том числе «Особое мнение» и аудио, и видео-версия, выкладываются на сайте «Кирова.ру», так что в любой момент дней и ночи можете обратиться, посмотреть, переслушать. Ну, исходя из регалий Константина, понятно, что мы в основном сегодня будем затрагивать финансовые, денежные вопросы, но и о других темах, я думаю, тоже, если времени не хватит, поговорим. Начинаем с новости, которая поступила в понедельник, 25 апреля. Новость обсуждается до сих пор весьма активно. Речь идет о том, что Сбербанк снизил ставки по вкладам. Конкретный уровень понижения по рублевым вкладам понизились ставки на величину от половины процента до одного с небольшим, ну а по валютным вкладам ставка упала практически до нуля, минимум одна сотая процента. И есть информация сейчас о том, что вслед за Сбербанком то же самое сделают минимум четыре российских банков, в том числе СМП-банк и Газпром-банк. Многие эксперты говорят о том, что ниже-то уже некуда ставки опускать. Ну согласен, получается, что ниже уже некуда, что если год назад можно было разместить долларовые депозиты по ставке 5-6%, то сейчас средние и мелкие банки предлагают ставку в районе 2,5%, а банки понадежнее уже 2%, и это в долларах. А если мы говорим про евро, то там ставка привлечения она еще ниже, примерно на пол процента на процент. А почему у мелких банков все-таки повыше ставка? Тем самым они заманивают клиентов? Ну да, то есть естественно, что просто у мелких банков ограничен способ привлечения ресурсов, то есть им так либо иначе приходится держать ставки на каком-то приемлемом уровне. Но я думаю, что если мы говорим про валютные ставки, то есть они где-то стабилизируются все же на этом уровне 2,5-1,5%. То есть в ближайшее время, там дальше вряд ли они будут снижаться значительными темпами. А расти? Для роста предпосылок, к сожалению, нет. И по рублевым ставкам тоже может быть снижение в дальнейшем происходить довольно существенно. То есть не так быстро, как по валютным, когда в течение года мы увидели снижение практически в два раза. По рублевым ставкам я не удивлюсь, что, допустим, если через пару лет мы увидим рублевые ставки на уровне, там, тире, 5-6%. А сейчас в районе 9-10%. Ну это опять же такие более-менее, ну это крупные, крупные, так называемые надежные банки с госучастием. Если мы говорим про какие-то средние банки, то там вполне можно еще разместить депозиты по ставке 11-10%. Ну чуть выше средний. Да, если вот говорить уже по валютным ставкам, почему произошло такое сильное падение, мне бы хотелось немножко начать сначала. Получается так, что вот в последние два года все мы стали свидетелями такого сильного колебания российской валюты. То есть то резкое снижение, то резкое повышение, то есть курс рубля колебался от 85-50, потом обратно. То есть и, соответственно, граждане реагировали на эту ситуацию и переводили свои рублевые накопления в валютные накопления. И получается так, что в общей доле, доля валютных депозитов сейчас составляет порядка 30% в общем банковской доле. По некоторым банкам, в том числе по крупным, так скажем, банкам, доля валютных депозитов превышает 60% от общей массы. Это хорошо или плохо такой дилетантский вопрос? Это, честно говоря, плохо. Плохо. Для банков? Это плохо как бы для всех. То есть для банка это плохо в том случае, что если банк привлекает деньги в валюте, то, соответственно, он должен эти деньги в валюте кому-то и кредитовать. То есть, соответственно, должен выдавать кредиты в валюте. Опять же, если банк замотивировал на выдачу кредита в валюте, он делает дополнительные риски для экономики. То есть все мы помним недавние истории с гражданами, которые брали валютную ипотеку. Которые в связи с ростом курсов просто оказались ближе к одной. Да, в очень неприятной ситуации. Получается такая же ситуация и с промышленными предприятиями. Если банки будут, так скажем, принуждать промышленные предприятия брать кредиты именно в валюте, то есть они все эти валютные риски вешают на промышленные предприятия. А так как волатильность, к сожалению, рубля и доллар очень высока, и что будет через год, будет доллар стоить 80 рублей или 50 рублей, по большому счету, никто не знает. И, соответственно, это тоже налагает определенные риски и на бизнес. То есть, и, соответственно, представитель ЦБ совсем недавно, она, ну, так завелась в трибуну, что она будет предпринимать все меры, чтобы снизить вот так называемую дедоларизацию банков, чтобы снизить количество депозитов, открытых в банках в валюте. Потому что, если, допустим, по физлицам эти депозиты достигают, ну, в среднем по банковской системе всего 30%, а кредиты физлица в валюте берут всего лишь на порядка 3% в валюте, как бы, то если мы говорим по юридическим лицам, то там практически 60% депозитов юридических лиц, они размещены в валюте. То есть, это, ну, это действительно очень много, и с этим так либо иначе... То есть, в принципе, тут простой, чем больше кладешь банк в большую сумму, тем лучше в валюте их произвести. Ну, да, то есть идет, ну, не то, что получается, все равно этот основной рост, который сейчас идет депозитов, и именно валютных депозитов, это именно крупные, так называемые, вип-клиенты, которые не гонятся за какой-то доходностью, а им нужна какая-то стабильность. Если у вас там есть, ну, да, получается, если у вас, допустим, есть, к примеру, там, 100 долларов, вы их можете, ну, спрятать у себя где-нибудь под подушкой, но если у вас там есть, там, 5 миллионов долларов, вы их явно у себя под матрасом, как бы, этот, не спрячете. То есть, соответственно, неразумно. То есть, такие клиенты делают валютные депозиты и делают предпочтение именно с банками с госучастием. И я думаю, что даже то снижение ставок, которое произошло в Сбербанке, их не остановит. Потому что им лучше получить свои, там, полтора-два процента, ну, как бы, гарантированно получить, чем брать на себя какие-то, так скажем, ну, дополнительные риски. То есть, на ваш взгляд, они не пойдут, коллеги Сбербанка, на понижение этих ставок? Нет, коллеги Сбербанка, крупные банки будут снижать. Будут снижать. Крупные банки, я думаю, будут снижать, потому что, опять же, в банковской системе в последнее время складывается такая ситуация, что если еще некоторое время назад у банков не хватало денег, не хватало ликвидности, то сейчас в банках наблюдается некий избыток ликвидности. Условно говоря, нет протяжеспособных заемщиков, кого могли бы кредитовать банки. Соответственно, банки не знают, куда вот излишние деньги, как бы, девать. То есть, у банков реально образуются излишки, излишки денег. И, соответственно, то есть, так как у банков есть излишки денег, они будут так либо иначе снижать привлечение этих денег. Зачем, если у меня уже есть лишние деньги, зачем я буду по дорогим ставкам покупать деньги у этого же населения? То есть, и такая тенденция, она будет... Ваш прогноз по снижению, ну, вы сказали, конечно, в самом же начале, но в процентном соотношении. Сколько? Половина? Поменьше половины? Я думаю, что, если мы говорим все же про валютные вклады, то дальше уже снижать особо некуда, на самом деле. То есть, сейчас банки предлагают по долларам 2,5-0,01%, если мы говорим про какие-то надежные банки. Я думаю, что тут уже снижения ставки не будет. Если, опять же, мы говорим про какие-то рублевые ставки, то сейчас ставки начинаются от 11-11,5%, но тут, опять же, ситуация будет зависеть от каких-то внешних факторов, в том числе от ключевой ставки ЦБ, которую ЦБ, скорее всего, когда-нибудь будет повышать, но оно будет больше... темпы инфляции. А темпы инфляции, ну, если ничего не произойдет такого сверходинарного, они, как бы, ну, реально будут снижаться. Потому что, если мы посмотрим какую-то глобальную тенденцию, то в мире происходит реальное удешевление всего. То есть, продукты питания в мире дешевеют, ну, по отношению к доллару, там, сырье дешевеют, энергоресурсы дешевеют, товары дешевеют, и так либо иначе. Вот эти тенденции, они отразятся и на российской экономике. Хотя у нас есть такие отрицательные моменты. Это тарифы господинополий, которые очень сильно влияют на текущую, как бы, инфляцию. С которыми трудно что-то поделать. Да, с которыми, к сожалению, трудно что-то поделать. И, ну, так скажем, дополнительные издержки, связанные с ведением бизнеса, которые вроде бы с каждым днем, с каждым, так скажем, месяцем все больше и больше там бизнеса возникает, ну, каких-то дополнительных издержек. Константин, скажите, вообще, для понимания, вот это снижение ставок, оно распространяется на вновь открываемые вклады? Да, естественно. На действующие ставки метров? Да, то есть банки уже, как бы, научены горьким опытом. То есть, когда они заключали бессрочные договора с высокими ставками, и когда ставки начинали падать, там, несколько лет назад, им приходилось, хотели они и не хотели, привлекать вклады по высоким ставкам. То есть, сейчас банки очень жестко ограничивают сроки по вкладам, то есть, соответственно, это либо годовые, либо трехлетние, как бы, договора, и по некоторым вкладам они ограничивают, в том числе, и пополнение денежных средств. Ну, давайте, перед тем, как прерваться на небольшую рекламу, я все-таки задам вот конкретный вопрос для наших слушателей, возможно, рекламендация такая-то. Если есть все-таки у людей излишки денег, идти? Вариантов нет. Власть. Так а что делать вклад? Ну, получается, что все равно основным способом сохранения и сбережения денег на сегодняшний день является банковский депозит. А все остальное, там, покупка недвижимости, там, ценные бумаги, еще какие-то, так скажем, специфические инструменты, это уже все вторично. И, соответственно, если вы не хотите, чтобы деньги у вас лежали под подушкой, вы будете вынуждены нести деньги в банк. Тем более, если мы посмотрим, какой-то опыт, допустим, европейских банков, то есть там существует, допустим, в Швейцарии банки, в швейцарских банках, в некоторых швейцарских банках уже существуют отрицательные депозитные ставки, и люди так либо иначе несут туда и хранят деньги. Что-то невообразимое, отрицательная ставка. Вложил столько, получил меньше. Но, я не знаю, к сожалению, либо к радости, то есть денег в мире реально очень много, то есть их просто непонятно, куда девать, все это приводит к снижению ставок, и в том числе даже к появлению так называемых отрицательных ставок. Я напомню, что беседуем мы с Константином Кропаневым, исполнителем директора финансовой компании Ажо, прервемся на небольшое время и вернемся. В эфире снова особое мнение. С особым мнением сегодня у нашей студии Константин Кропанев, исполнительный директор финансовой компании Ажо Финанс. Деплашко мы не договорили про снижение ставок по вкладам. Вы говорите, есть еще факторы? Да, есть еще один фактор. Это поведение агентства по страхованию вкладов. То есть, когда физические лица приносят деньги в банк, часть денег, а раньше это было 0,1%, банк перечисляет в так называемый резервный фонд, из которого выплачиваются вклады вкладчикам руководственных банков. То есть на каждые 100 рублей вклада 1 рубль идет как раз 0,1? Там 1 рубль... 1 сотая? Да, получается 1 сотая. 1 сотая? Нет, 1 десятая. 1 десятая? 1 десятая процента. Соответственно, все мы видим, что ЦБ практически каждый день отзывает лицензию очередного банка, потому что в банковской системе очень много происходит нехороших моментов. То есть, действительно, многие банки занимаются таким, условно говоря, тенниевым бизнесом, и, условно говоря, даже по большому счету воруют деньги. И ЦБ ведет серьезную борьбу с такими банками. И тот резервный фонд, который был сформирован у нас в государстве, именно резервный фонд ТСВ для выплатных вкладчиков, он был из расхода уже некоторое время назад, полгода назад, он уже был нулевой. Сейчас там привлечены кредиты со стороны ЦБ в этот ТСВ, но так либо иначе надо это ТСВ поднимать, и получается так, что СВ эту ставочку тоже поднял. Соответственно, так как СВ поднял эту ставку до 0,12, то банки этот процент, они тоже должны учесть. То есть, получается, привлечение денег для банков становится дороже, и банки будут вынуждены, как бы, так либо иначе, тоже снижать ставку привлечения депозитов от физических лиц. Ну, тут, соответственно, чем больше вклад, тем больше идет денег. Да, ну и получается так, что мы все равно находимся в такой ловушке, что вот те люди, которые хранят деньги в Сбербанке, они по большому счету оплачивают, так сказать, риски тех людей, которые хранят деньги, так скажем, в не очень надежных банках. Притом, это такая тенденция, она не то, что как бы очень серьезная, но по некоторым оценкам, в ближайшие по 2-3 года Центробанк совместно с СВ будет вынужден выплатить вкладчикам, которые потеряли вклады в результате, так скажем, отрицательных... Всевозможных негативных. Да, всевозможных негативных процессов порядка 1 триллиона рублей. То есть, это реально огромная сумма. То есть, если вся сумма вкладов, которая находится в российских банках, она составляет порядка 20 триллионов рублей. То есть, получается порядка 5 триллионов, то есть, порядка 5 процентов, то есть, придется государству, в том числе и нам, как налогоплательщикам, заплатить из своего кармана людям, которые потеряют деньги в некоторых коммерческих банках. Ну, частично мы уже начали говорить о влиянии на ситуацию курсов евро и доллара. Большие аналитические материалы есть на сайте РБК. Там говорится о том, что в 2015 году жители нашей страны купили наличные валюты почти на 12 миллиардов долларов. Это в 4 раза меньше показателя 2014 года. В целом, эксперты сходятся в мнении, что вот такая активность в плане покупки валюты россиян, она не сказала такого, не оказала существенного влияния на курсы и на уровень рубля. Да, действительно, самые большие покупки валюты за последнее время были, это 2014 год, но это как раз был тот... Это начало. Это начало, да. которые говорили о том, что рубль будет обесцениваться и, соответственно, наиболее, так скажем, продвинутые наши граждане, наиболее богатые граждане, они направили всю свою рублевую выручку, рублевое сбережение на покупку валюты. То есть, сейчас спрос на валюту, он все же как бы ограничен. Сейчас уже... Вы говорите о ситуации в целом в России? Я говорю про сегодняшний момент. Про сегодняшний момент. То есть, про сегодняшний момент в плане того, что люди переболели. То есть, вот те скачки валюты, которые происходили в 2014-2015 году, они как бы дали определенную некую стрессовую устойчивость как российскому рублю, то есть, сейчас не так просто его разболтать, то есть, в то же время некую стрессовую устойчивость российским гражданам. И главе Центробанка тоже. Ну, возможно, да. То есть, вот, получается, у тех людей, у которых там действительно болела голова, что же будет там с рублем, куда девать там рублевое сбережение, они так либо иначе какие-то приняли свои решения. То есть, они либо купили валюту, либо купили там недвижимость, либо купили другие активы, либо остались просто в рублях. И просто-напросто сейчас, ну, успокоились. То есть, и, соответственно, я тоже бы хотел бы дать определенную рекомендацию людям. То есть, в принципе, ну, не то, что не надо смотреть, сколько будет стоить там рубль, доллар, рубль, евро там завтра, там послезавтра. То есть, это, в принципе, полезная информация. Но просто надо выстраивать свой некий семейный бюджет и планировать свои доходы так, что... — Константин, давайте поконкретнее. Как это планировать бюджет от финансового консультанта? Что вы имеете в виду? Поподробнее. — Ну, тут опять же такие базовые, получаются, советы. То есть, условно говоря, если вы собираетесь ехать отдыхать куда-то за границу, то, соответственно, так хотите ли вы не хотите, то надо валюту накапливать. Если это европейская страна, то надо накапливать евро. Если это азиатская страна, то это, допустим, доллар. Ну, либо... Если вы хотите покупать какие-то вещи, которые так либо иначе связаны, привозятся из-за границы, то тут тоже надо увеличивать объем валютных накоплений. А по большому счету это называться обычным простым словом диверсификация. То есть, у вас есть, условно говоря, там миллион рублей, там 300 тысяч вы держите в рублях, 500 тысяч рублей вы переводите в доллары, к примеру, и, к примеру, 200 тысяч вы покупаете евро. И при любом колебании рубля или доллара вы будете себя чувствовать довольно-таки комфортно. Все равно комфортно. То есть, условно говоря, если будет расти доллар, вы будете себя чувствовать комфортно, что вы зарабатываете на доллар. — За счет этого. — За счет этого. Если даже доллар будет падать, зная, что у вас есть какая-то часть в рублях, вы тоже будете к этому относиться гораздо спокойнее, если вы будете все деньги хранить в валюте. Потому что, тоже как показывает практика, когда человек находится в какой-то одной валюте, допустим, это, допустим, рубли, либо эти же доллары, то есть, я, допустим, знаю многих бизнесменов, которые перевели все свои активы в доллары, но у них начинается тоже такое какое-то не совсем правильное восприятие текущей ситуации, и им, хотят они или не хотят, им подсознательно хочется, чтобы доллар рос. То есть, если у вас, допустим, есть миллион долларов, им хочется богатеть. То есть, они видели, как они купили эти доллары, условно говоря, там, по 35, по 40, как он вырос, там, до 70, сейчас он, как бы, падает, но они, как бы, они думают, что завтра он, вот, там, стоит, там, 70, 80, 100, 120, то есть, и... А будет на 80? Ну, тут будет сколько? Ну, увеличение на 10, на 20 рублей. Я думаю, что мы вполне можем увидеть доллар по 80, то есть, это вполне реально. По 80? Каким сроком? Ну, это в промежутке, там, одного года. То есть, тот отскок, который сейчас происходит, то есть, так либо иначе, все равно наш доллар привязан, наш рубль привязан к стоимости нефти, к стоимости нефти, то есть, да, ситуация с нефтью немножко, как бы, стабилизировалась, нефть вернулась, там, но... Чуть-чуть. Рост? Ну, как чуть-чуть, то есть, получается, с 30 до 45, так это, получается... Да, в сравнении с тем, что он раньше... 50, но, по крайней мере, это уже комфортно для бюджета, комфортно для бюджета и комфортно для российского рубля. Но, возможно, такая ситуация ненадолго, то есть, мы можем увидеть через какой-то промежуток, там, дальнейшее снижение цен на нефть, что может привести к дальнейшему удешевлению рубля. У нас сейчас реклама, на пару минут мы прерываемся, после этого продолжится особое мнение Константина Кропанева, исполнительного директора финансовой компании «Ажио Финанс». Продолжается особое мнение, меня зовут Владимир Сметалин, гость студии, который высказывает сегодня свое особое мнение, Константин Кропанев, исполнительный директор компании «Ажио Финанс». Переходим к другим темам. Хотелось бы коснуться вопроса повышения минимального размера оплаты труда. Уже давно стало известно о том, что Дмитрий Медведев, премьер-министр нашей страны, судя по моему высказыванию, он лично решил увеличить МРОД с 1 июля этого года. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 6204 рубля, с 1 июля он составит 7500. МРОД, как наряду и с прожиточным минимумом, это у нас один из основных ключевых опорных моментов, к которому привязаны другие вещи. Вот это увеличение. Честно говоря, мне кажется, несколько это условно, потому что там, по моей памяти, привязаны выплаты больничных, каких-то таких дополнительных выплат к МРОДу, но согласно Трудовому кодексу получается, что МРОД не должен быть ниже прожиточного минимума. А получается так, что если сейчас у нас... Прожиточный минимум в районе 10 у нас, 10 тысяч рублей. Да, он даже по Кировской области я посмотрел, он сейчас у нас получается... Ну да, 9276. То есть, соответственно, государство так либо иначе должно эти две циферки выровнять. Но опять же... Давайте объясним простым языком. Для чего? Ну, с одной стороны, к МРОДу привязаны минимальные размеры оплаты труда, то есть, к прожиточному минимуму, что работодатель не может платить ниже... Вот этой установленной суммой. Да, установленной суммой. Потому что, хотим мы или не хотим, то есть, многие предприниматели, они все равно работают по некоторым серым схемам, устанавливая какие-то минимальные выплаты, и от этих минимальных выплат происходит для начисления различных социальных налогов. И, соответственно, с одной стороны, государство, повышая так называемый МРОД, оно заботится о населении, чтобы население официально получало... Ну, так скажем, малооплачиваемое население получало чуть больше. С другой стороны, оно заботится и о себе, что так как население будет официально получать чуть больше, то, соответственно, будет больше отчислений в различные социальные фонды. Но, опять же, эта сумма-то, ну, что такое? 7 тысяч рублей, то есть, это меньше, чем 100 евро. То есть, если мы посмотрим минимальную плату труда, если мы посмотрим, допустим, этот же Евросоюз, допустим, в странах Люксембурга, там минимальная плата труда составляет чуть меньше 2 тысяч евро. То есть, вот это как бы понятно. Даже посмотрите, Германия, она, по-моему, там порядка полторы тысячи евро. Даже посмотреть самые беднейшие страны, Европы, Болгария и Румыния. То есть, там и то минимальный размер оплаты труда составляет больше 200 евро. Кстати, ну это, конечно, хорошо сравнивать и завидовать, но у нас-то, ну, нам-то что-то с этим сделать. Мы же не сможем одномоментно... Так нам надо на это не смотреть. Нам надо просто искать возможности зарабатывания денег к увеличению своих каких-то доходов. Ну, кстати, вот премьер-министр Медведев говорит о том, что да, мы будем работать в направлении того, чтобы брод был сопоставим с прожиточным минимумом, но конкретных сроков он не называет. Ну и, кстати, многие вот в этом решении увеличить с 1 июля минимальный размер оплаты труда увидели, скорее, не экономические какие-то, а не экономическое основание, а политическое. Год у нас такой. Ну, выборный, но в том числе и это, конечно, в том числе и это. Еще по этой теме, по финансам в масштабах государства, опять-таки апеллирую к Дмитрию Медведеву, буквально накануне он сообщил, что принято решение, вернее, надо принять решение вернуться к трехлетнему бюджетному планированию. Как известно, у нас в конце прошлого года было решено утверждать, что это решено летний бюджет на 2016 год, так и было сделано, а вот теперь, спустя несколько месяцев, вот такое заявление от главы кабинета министров. Почему такая неопределенность? Мы что, встаем на ноги? Получается, тут... Неснимаем голову. Тут действительно какой-то четко продуманной политики, там, со стороны правительства, со стороны государства, по крайней мере, не наблюдаются. Как только у нас падает курс, падает цена на нефть, все начинают бегать, заявлять, что вот раньше мы, вроде не работали, а сейчас нужно срочно начинать работать, нужно проводить какие-то дополнительные структурные реформы, надо помогать бизнесу, надо помогать промышленности. Как только цена на нефть немножко как бы стабилизируется, соответственно, получается, что все правительство опять уходит в какой-то расслабон. То есть все расслабляются, условно говоря, но все хорошо. То есть наполняемость бюджета улучшается, и, соответственно, опять забывают про какие-то структурные реформы, и, но с другой стороны, трехлетний бюджет, естественно, то есть это более правильный подход, потому что если вы, как Владимир, физическое лицо, можете планировать свои расходы, там, я думаю, что на месяц вперед, ну, вы знаете, когда у вас есть зарплата, какие у вас там расходы в течение месяца существуют, то есть государство, конечно, может свои расходы, текущие расходы планировать, исходя из года, но, к сожалению, крупный бизнес, он не может строить и развивать свой бизнес, исходя из планирования на год. То есть для крупного бизнеса нужны гораздо более длительные промежутки времени, там, три года, пять лет, а вот эти промежутки времени, они должны, как бы, согласовываться с тем, что планирует, что планирует правительство, то есть в том числе должно и правительство планировать свой бюджет на какой-то длительный срок, потому что эти процессы-то идут, как бы, взаимосвязанно, то есть так либо иначе, бизнес, он все равно идет параллельно с теми процессами, которые у нас происходят в бюджете. Вот интересно, на федеральном уровне, а нам-то же в очень дотатационном регионе, нам к нашему правительству тоже придется планировать возвращаться к трехлетнему. Ну, это и правильно получается. Представьте, если вы планируете бюджет на один год, как вы можете запланировать какие-то крупномасштабные проекты, даже те крупномасштабные проекты, которые сейчас в Кировской области там реализуются, ну, это, допустим, музей космонавтики или там... Та же история с промпарками, с моногородами. С промпарками, с моногородами, тоже новая дорога в чистые пруды, то есть это было запланировано все гораздо раньше, там, 3-5, там, некоторые проекты даже 10 лет назад. А если мы говорим о каком-то коротком периоде планирования, то есть просто никто такие крупные проекты бронировать не в состоянии, не будет, и... То есть это реально остановит какое-то некое развитие как территории, как Кировской области, так и развитие определенного бизнеса. Вот мы так уже плавно перешли на уровень нашего региона. К другой теме хочу перейти. Буквально накануне общественная палата Кировской области совместно с налоговиками обсуждала проблему вот как раз-таки неуплаты налогов, в частности, НДФЛ. По подсчетам налоговиков региональный бюджет недополучил 1,2 млрд рублей в виде НДФЛ, а по грубым подсчетам, я же не знаю, что это грубые подсчеты, речь идет о сумме в 5 млрд. Действительно ли серьезная сумма неуплаченного НДФЛ? Возможно, цифры близки к действительности, потому что мелкий и средний бизнес в большинстве своем работает все же не то что в теневом сегменте, но использует различные схемы по снижению налоговлагаемой базы. То есть, конечно, все эти слова звучат страшно, то есть, но опять же, я думаю, что когда вы читаете где-то в газете, что там вот задержали, допустим, какого-то пьяного водителя безработного на Лексусе, то есть откуда у него Лексус? А это тенденция, тенденция. Тенденция, что получается, что у нас все безработные ездят на дорогих машинах и, получается, не платят налоги. И, соответственно, если мы смотрим со стороны государства, естественно, надо наводить какой-то порядок и все же так либо иначе мотивировать бизнес платить налоги. И такие процессы, они происходят. То есть, если там пару лет, то есть мы же все равно живем вверх информатизации, компьютеризации, и если раньше все это было сделать, отследить, проверить, проконтролировать, сделать было очень сложно, то есть это требовало больших трудозатрат, то сейчас же у нас существуют высокомощные там компьютеры, сервера, то есть сейчас проконтролировать ваши доходы и расходы не составляет больших проблем. И государство, в том числе и ФНС, такие разработки ведутся. Смотрите, кстати, на этом заседании совместно с БКВ и налоговиков, главный налоговик области, Светлана Чарушина, отметила, что пока ни один из инструментов привлечения к ответственности за уплоднение от уплаты налогов не действует. Законодательно не действует, но просто бы еще и нет механизма, с помощью которого они бы могли заставлять людей декларировать крупные расходы. Но с другой стороны, опять же, немножко возвращаясь назад, ФНС заявляла, что в ближайшее время заработают определенные информационные системы, которые будут подслеживать или контролировать практически все наши расчеты, как доходные, так и расходные. И все как в стране, так и в мире отделается к тому, чтобы уйти от каких-то наличных денег. То есть глобальный процесс – это борьба с офшорами, деофшоризация, то есть это ведется... Действительно, все крупные страны, в том числе и Россия, работают в этом процессе, потому что ни одному из правительств не интересно, чтобы у него крупный бизнес работал как бы в офшорах. Так же это будет происходить и на местном уровне. То есть я, попадая в любой банк, делая любой платеж, вы попадаете под серьезную идентификацию. Я зашел вчера в один из банков просто сделать платеж, мне надо было перевести за квартплату, меня и то попросили паспорт, удостовериться я или нет. То есть... То есть впервые с вами произошло? Честно говоря, я впервые. То есть поинтересовались? Почему раньше? Приходил, не требовали удостоверения лично? Ну я не стал, но сейчас с точки зрения контроля ситуация все больше и больше усиливается и пошли даже такие неприятные моменты, что даже когда вкладчики пытаются собрать какие-то крупные суммы денег из банка, наличными денежными средствами, там работники банка начинают интересоваться. А с какой вы целью забираете? То есть куда вы хотите эти деньги потратить? А... Какой вам дело? Да. Ну у них есть... Они могут этим... Вы можете сказать им, какого вам дела, но они имеют право поинтересоваться этим. То есть есть... У них такие полномочия как бы есть. У нас остается буквально три минуты. Хотелось бы еще затронуть рынок недвижимости в Кирове, опять-таки, и области. Возможно, этой теме стоило бы уделить больше внимания, но, увы, истекает программа особое мнение. Истекает время программы. Речь идет вот о чем. 27 апреля депутаты Город Думы одобрили изменения в генеральный план областного центра. Речь идет о организации, образовании и строительстве новых микрорайонов, новых многоэтажек в нашем городе. Речь идет о Коминтерне и деревне Гнусино. Ранее, напоминает газета «Бизнес новости» в Кирове, зампред правительства областного Алексей Кузнецов говорил, что по итогам 2015 года 10% квартир в новостроительных не были распроданы. И встает закономерный вопрос, зачем еще это строить в нашем новостроительном мире? Если строители хотят строить, пусть строят. Но, опять же, в этом же интервью Быков говорил, что чем больше строителей будут строить, тем жилье будет стоить дешевле. Соответственно, надо делать больше предложения. Дешевле цена. Соответственно, надо делать отсюда определенный вывод. Если вы хотите покупать квартиру для себя, то это вполне разумное и правильное решение. А с точки зрения инвестиций, так как квартир становится все больше, то это не совсем, так скажем, удачная инвестиция в вложение ваших денежных средств. Потому что, действительно, спрос растет, предложение растет, а спрос будет подойти дальше. Глава города такое заявление сделал, так же процитирую по бизнес-новостям. Я думаю, что на ближайшие десятилетия, по крайней мере, спрос будет. В течение 10 лет-то да, возможно. Чем больше будем строить, тем ниже цена будет. У нас город прирастает. Прибытие не остановилось. Статистика показывает, что рождаемость пока выше смертности, и приток населения из сельской местности к нам идет. Я вчера посмотрел областную статистику. По крайней мере, на уровне Кировской области у нас все же убытие населения. Убытие как наши жители уезжают в соседние регионы, так у нас все же на уровне Кировской области смертность выше, чем рождаемость. Но с другой стороны идет действительно процесс глобализации. То есть, к сожалению, там Вятская деревня, она вымирает. И хотим ли мы, не хотим, народ, он переезжает туда, где хоть какая-то жизнь, цивилизация шевелится, а это у нас город Киров. То есть, соответственно, приток населения в Киров идет, и это в основном действительно за счет сельской местности. В общем, у вас с точки зрения финансового специалиста претензий к строительным компаниям нет. Раз решили строить, пусть строят. Ихни, ихни риски, ихни, так скажем, ихни ответственности. Завершаем на эту программу особое мнение. Благодарю гостя в студии Константин Кропенев, исполнительный директор компании Ажио Финанс. Всего доброго. До свидания. До свидания.